Ну что ж, очередная просьба прокомментировать беспорядки в Хемнице, немецком городке. Если кто-то не знает, то 26 августа умер мужчина, местный житель, в убийстве которого обвиняются пока еще не доказаны два иммигранта из Сирии и Ирака. И в результате этого случая вышли больше четырех с половиной тысяч человек, в основном из крайне правой радикальной партии «Альтернатива для Германии», «Альтернатива Фюдойчланд», «Антиисламистское движение Пегида» и право-радикальное объединение «Фюхемниц». И вот эти четыре тысячи человек вышли, как всегда, обычно фашисты, профашисты, очень радикально одеваются в темно-черную одежду и демонстрировали, как они это делают во всех городах. Но проблема именно Хемница заключается в том, что неожиданно навстречу этим четырем тысячам человек вышли другие четыре тысячи антифашисты, и в результате произошло столкновение. В тех или иных местах города было согнано очень много полиции, в том числе из земель, близко прилегающих. Одним словом, пока удалось этот конфликт остановить. Если вы хотите знать мой комментарий, я вам сразу скажу, что он вам не понравится. Люди вообще всегда жаждут крови, особенно крови тех, которых они считают, что они не такие, как они, то есть другие. А соответственно, раз другие, это значит обязательно плохие, опасные. То же самое, естественно, сейчас нагнетается в Европе относительно мусульман. Ну, само название Пегиды, да, анти-исламистское движение Пегида. По большому счету, уже, собственно говоря, за это название нужно было закрыть это объединение раз и навсегда. Нет, Пегида процветает, и естественно, есть очень много тех, кто объединяется под ее лозунгами, потому что все время, знаете ли, хочется кого-нибудь ненавидеть. Вот сейчас в мире принято ненавидеть людей-мусульман или людей, исповедующих ислам. Это, конечно, совершенная чушь, но таких очень много. Телевидение плюс пресса нагнетают потихоньку, все больше и больше это делается целенаправленно. И вот таких ложков и дураков находится очень много, кто ведется на эту целенаправленную пропаганду. Для чего это делается, спросите вы? Ответ очевиден для того, чтобы люди находились в страхе. Вообще, всегда очень удобно людей держать в страхе, разделяя и властвуя. Как только общество можно разделить, например, по какому-то определенному вопросу, ими легче управлять, потому что они внутри себя начинают сами себя пожирать. Поэтому власти выгодно нагнетать обстановку. Но я продолжаю гордиться этой страной не потому, что здесь есть позорная пегида или альтернатива Фью Дойчланд. Кстати, финансируемая из России и сейчас в результате этих беспорядков в Хемнице решили очень внимательно посмотреть на их счета, откуда им приходят денежки. Ну, это, собственно говоря, уже и раньше было понятно, как и фашистка Мария Липен, альтернатива Фью Дойчланд финансируется из России. Почему? Да потому что, читая эти новости последнего времени, Макрон, например, недавно сказал, что самая большая мечта Владимира Путина – это развалить Европейский Союз. В приватной беседе Путин дал Макрону понять, что необходимо развалить Евросоюз. Ну и, как мы видим, его агент Дональд Трамп тоже активно занят конкретно этим вопросом. Поэтому во всех возможных странах – и в Италии, и во Франции, и в Венгрии, и в Чехии, и в Польше мы знаем, Владимир Путин всегда находит сочувствующих ему и активно их финансирует. Вот сейчас в Италии, например, стали присматриваться к Сальвини, который больше всех орет, что необходимо развалить Европу, в то же время постоянно мотается в Москву и даже не стесняется носить футболки с Владимиром Путиным. То есть вот этих любителей Путина разводится все больше и больше. Каждый из них работает именно на одну и ту же цель – развалить Европейский Союз. Но почему я считаю, что я все еще могу гордиться этой страной? Потому что в противовес четырем тысячам фашистов нашлись четыре тысячи антифашистов. Мы не имеем вот этот плац — Мы не просто техничьи ради家. Мы пригласят здесь für upтêков. Мы не все ещеaker. КОНЕЦ «Wir, wir sind Antifaschistinnen und Antifaschisten und wir werden den Rassisten und den Nazis nicht diese Stadt und keine andere überlassen. Wir sind mehr!» И именно поэтому я все еще горжусь этой страной. И мне стыдно, естественно, что в этой стране до сих пор в 21 веке у кого-то находятся аргументы противостоять против других людей только по факту, что они исповедуют другую религию. Вы скажете, но ведь они же убивают, ведь они же совершают преступления. Мы почему-то не говорим о том, что белокожий Брэйвик за один раз уничтожил 75 человек. Да, говорите вы, это был какой-то ненормальный случай, но такие случаи есть, и они более-менее принимаются обществом. А если другой, темнокожий или мусульманин уничтожит точно так же, как и Брэйвик 75 человек, будут орать на весь мир, что это исламистская зараза и что мы все находимся в опасности. То есть я хочу сказать вам, включайте мозги, не поддавайтесь пропаганде, не ведитесь на ту политику, которую сейчас ведут большинство стран, в том числе и Россия. А здесь, в Европе, я скажу вам, это кому-то непосредственно выгодно, чтобы такие случаи, как в Хемнице, были во всех городах, желательно в больших и желательно, где будут участвовать не 8 тысяч, а, например, 1150. И тогда те люди, кто финансирует этих правых радикалов, будут сидеть и поглаживать ручки от удовольствия. Это все хорошо, да, непонятно, но все zu все, что для тех людей, которые не проводят от этой губы, которые не дают из них, которые не будут говорить, что они будут делать, что они будут делать. Следующий rocking song, это называется «Анстфросточек honour» по всему миру! И для тех, кто-то, но для нас, для нас, для вас и для нас, для нас, для нас, для нас, для вас и для нас! Субтитры сделал DimaTorzok